Для управляющих компаний и ТСЖ, чьи счета находились в Чувашкредитфромбанке, возможно отсрочка платежей ресурсоснабжающей организации. Переговоры уже начались, сообщил председатель Кабинета Министров Иван Моторин на сегодняшней сессии Государственного Совета Чувашии. Свои сбережения в банке, у которого 7 ноября отозвали лицензию, хранили 37 тысяч человек. 18 ноября начались страховые выплаты тем, кому они положены в первую очередь. Для информации, за вчерашний день 390 человек получили свои страховые суммы, порядка 250 миллионов рублей, средняя выплата на одного вкладчика 641 тысячи рублей. Мы можем ориентироваться, что в течение месяца большая часть средств будет получена вкладчиками, которые подлежат страхованию и соответствующим выплатам. Сложной ситуацией оказались ТСЖ, которые сейчас по закону не относятся ни к физическим, ни к юридическим лицам, а значит имеют право на компенсацию только в третью очередь. Также в непростом положении управляющие компании, которые не успели перевести ресурсникам деньги, собранные жильцов за месяц. Ведется работа по рассрочке платежей с ресурсоснабжающими компаниями, оценивается вообще в целом финансовое положение, и после этого будут выработаны меры поддержки, в том числе и данных организаций. Вторым в повестке дня сессии стоял вопрос о бюджете региона. На 2020 год консолидированный бюджет составляет 63 миллиарда 800 миллионов рублей. Он с профицитом в 200 миллионов. Основные статьи расходов неизменны. Образование, соцсфера, здравоохранение. Больше 4,5 миллиардов пойдут на строительство, ремонт и содержание дорог. 355 миллионов на благоустройство дворов, парков и скверов в рамках программы по формированию комфортной городской среды. Предусмотрены в бюджете деньги и на снабжение населения чистой и питьевой водой. В рамках реализации указа главы о дополнительных мерах по повышению качества жизни населения планируется привести в технически исправное состояние водозаборные, скважины и водонапорные башни. На эти цели предлагается направить 200 миллионов рублей. Миллиард 200 миллионов заложено на оздоровление Волги. В центральной части Чебоксары, столичном микрорайоне Волжский, построят очистные для ливневых стоков. Сейчас все, что течет с городских дорог, прямиком сбрасывается в реку. Бюджет депутата приняли большинством голосов. Ольга Пырочкина, Андрей Спиридонов, Республика.